Сигареты не приносят нам пользы, вряд ли это новость для вас. Мы уже десятилетиями знаем о вреде курения, но как именно сигареты вредят нам? Давайте посмотрим, что происходит, когда их компоненты попадают в наше тело, и какую физиологическую пользу принесет нам отказ от курения. С каждым вдохом наши ткани подвергаются контакту с более чем пятью тысячами различных химических веществ. Во-первых, это деготь, черная смолистая субстанция, она покрывает зубы и десна, повреждая зубную эмаль и в конечном итоге провоцируя загнивание. Спустя время дым также повреждает нервные окончания в носу, приводя к потере обоняния. Внутри воздуховодов и легких дым повышает вероятность инфекции, а также хронических заболеваний, таких как бронхит и эмфизема. Происходит это из-за повреждения ресничек крошечных волосковидных структур, ответственных за частоту воздуховодов. После этого дым заполняет альвеолы, крохотные воздушные мешочки, делающие возможным обмен кислорода и углекислого газа между легкими и кровью. Монооксид углерода, токсичный газ, попадает через мембрану в кровь, связывая гемоглобин, замещает кислород, который таким образом при нормальных условиях перемещается по телу. Это одна из причин, почему курение может привести к кислородному голоданию и отдышке. В течение примерно 10 секунд поток крови доставляет в мозг стимулятор под названием никотин, вызывающий выделение допамина и других нейротрансмиттеров, включая эндорфины, которые вызывают приятные ощущения, из-за чего курение быстро вызывает привыкание. Никотин и другие химикаты из сигареты одновременно вызывают сокращение кровеносных сосудов и повреждение их чувствительного покрытия эндотелия, ограничивая поток крови. Эти воскулярные эффекты приводят к утолщению стенок кровеносных сосудов и увеличивают липкость тромбоцитов крови, повышая вероятность образования тромбов и случаев инфарктов и инсультов. Многие из веществ, содержащихся в сигарете, могут привести к опасным мутациям в структуре ДНК, из-за чего возникают раковые опухоли. Кроме этого, такие ингредиенты, как мышьяк и никель, могут нарушать процесс восстановления ДНК, тем самым снижая способность тела противостоять многим видам рака. На самом деле, примерно одна из трех смертей от рака в США вызвана курением, и это не только рак легких. Курение может вызвать рак в множестве тканей и органов, привести к ухудшению зрения и ослаблению костей. Из-за курения женщинам тяжелее забеременеть, а у мужчин оно может вызвать проблемы с эрекцией. Но тех, кто прекращает курить, ожидают множество положительных эффектов с практически моментальным и продолжительными физиологическими преимуществами. Уже спустя 20 минут после последней сигареты, сердцебиение и кровяное давление начинает возвращаться к норме. Через 12 часов уровень монооксида углерода стабилизируется, повышая способность крови транспортировать кислород. Через сутки начинает снижаться риск сердечного приступа по мере нормализации кровяного давления и сердцебиения. Спустя двое суток начинают восстанавливаться нервные окончания, ответственные за обоняние и вкус. Легкие становятся здоровее примерно через месяц, прекращается кашель и отдышка. Нежные волоскообразные реснички в воздуховодах и легких начинают восстанавливаться в течение нескольких недель и полностью завершают этот процесс через 9 месяцев. К первой годовщине прекращения курения риск сердечных заболеваний стремительно снижается на 50%. Прошло 5 лет, и шансы образования тромбов критически падают, и риск инсульта продолжает снижаться. Спустя 10 лет вероятность развития фатального рака легких падает на 50%. Скорее всего, из-за вернувшейся способности тела восстанавливать поврежденную ДНК. Через 15 лет шансы развития коронарных заболеваний сердца практически такие же, как у некурящего человека. Нет смысла делать вид, что этого легко добиться. Прекращение курения может привести к беспокойству и депрессии, вызванными выведением никотина из организма. К счастью, подобные последствия чаще всего временные. Прекратить курить становится все легче благодаря растущему арсеналу вспомогательных средств. Терапия замещения никотина с помощью жевательной резинки, кожных пластырей, леденцов и спреев может помочь курильщикам отвыкнуть от сигарет. Они действуют, стимулируя никотиновые рецепторы в мозге, облегчая симптомы отвыкания, избегая вредного воздействия других химических веществ. Консультационные и группы поддержки, когнитивно-поведенческая терапия, умеренные физические нагрузки также помогают курильщикам воздерживаться от сигарет. Это отличная новость, ведь прекращение курения поможет вам и вашему телу вернуться к здоровому способу жизни.